Максим Чалкин подозревается в убийстве Виктории Виноградовой. Вам нужно посадить любого, вообще неважно кого. Не садился к вам! Я не садился! Да забудь ты его уже! Дело не в Виктории Виноградовой. Три девушки пропали. Макс, не убийца и не насильник, он не такой. Паутина лжи, оплетающая всех, кто с ней соприкоснется. Разрушенные судьбы невинных людей. Пост в социальной сети, рванувший мощнее тротиловой шашки. И молодая милая девушка, оказавшаяся виртуозной лицемеркой. Друзья, это Архив Икс. Я рад вас снова приветствовать. Сегодня мы с вами прогуляемся по улицам города Барроу. Это промышленный портовый город в Англии, в графстве Камбрия. Барроу расположен примерно в 350 километрах к северо-западу от Лондона и в 97 километрах от границы с Шотландией. В 19 веке Барроу-Инфернес был небольшой рыбацкой деревней, но в результате промышленной революции в Англии и строительство железной дороги Барроу стало активно развиваться и использоваться для экспорта стали. Естественная гавань, которой обладал быстро развивающийся город, позволила построить отличный порт и судоверфи. Верфи Барроу приобрели специализацию по строительству военных кораблей. С 1960-х на верфях больше строятся атомные подводные лодки. После окончания Холодной войны, в связи с уменьшением заказов от королевских ВМС, город пережил высокий уровень безработицы. В этом месте жила Элеонора Уильямс. 22-летняя девушка выросла в любящей семье матери-отчима и брата с сестрой. У них был большой английский дом, и у Уильямсов можно было считать зажиточной семьей. В средней школе у Элеоноры было множество друзей, но уже тогда ее сверстники считали девочку несколько необычной. Ее необычность выражалась в резкой смене настроения. Пребывая в приподнятом расположении духа, она могла резко стать мрачнее тучи, ничего не объясняя друзьям уйти домой. Но, несмотря на эту особенность, соседи описывали девочку как очень добрую и приятную в общении. Бабушка Элеоноры раньше была членом кабинета министров по делам детей, а мать работала в лейбористской партии. Из чего мы можем сделать вывод, что девочка происходила из крепкой семьи с сильными женщинами. Достигнув совершеннолетия, Элеонора переезжает из семейного дома в отдельную квартиру недалеко от Барроу. Именно после этого переезда начнут происходить странные вещи в жизни девушки. В течение нескольких месяцев самостоятельного проживания она надолго пропадает, около 32 раз, и заставляет сильно беспокоиться своих родителей. А 20 мая 2020 года из-за порочной цепочки событий, жизни Элеоноры и многих людей из ее окружения превратится в ад. 20 мая Элеонора решила поделиться со своими друзьями в социальных сетях и всем миром ужасной историей, что с ней произошла. Она написала текст, который начинался со слов. «Это будет самый тяжелый пост, который я когда-либо писала». В тексте сообщения 19-летняя Элеонора утверждала, что была похищена неизвестными людьми, и после ее принудили к вступлению в половую связь с тремя азиатскими мужчинами. Также там было сказано, что ее хотели продать и через Амстердам переправить на Ибицу. Она утверждала, что была похищена и избита этими мужчинами из-за своих долгов, которые она накопила, посещая закрытые вечеринки, организованные преступниками во время эпидемии коронавируса. К посту Элеонора прикрепила несколько своих фотографий, на которых она запечатлена сильными ушибами лица и рук, порезами, ссадинами и гематомами. Этот пост привел в шок ее друзей и стал быстро распространяться, в сети набрав более 100 тысяч просмотров, всколыхнув местные и национальные СМИ. Общественность Барроу была шокирована откровением молодой девушки. Там и тут активисты начали устраивать пикеты в поддержку Элеоноры, требуя от властей разобраться в том беспределе, участницей и жертвой которого стала наша героиня. Смотря на фото, что выложила Элеонора, невозможно было не поверить в ее историю. Кроме того, что делом сразу же занялись правоохранители, активисты в сети создали сообщество в поддержке Элеоноры, которое набрало около 60 тысяч подписчиков, а хэштег, звучащий как «Правосудие для Элли», стал одним из самых популярных в Барроу. Также была начата кампания по сбору средств в помощь пострадавшей. Она собрала около 27 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на лечение и юридическую помощь жертве. Теперь семье девушки стало ясно, куда так часто пропадала их дочь и что с ней происходило. Видимо, ее затянули запрещенные вечеринки, и впоследствии она стала жертвой работорговцев. Все жители Барроу поддерживали семью Элеоноры, сплотившись и требуя скорейшего расследования и справедливого наказания для преступников. Но во всей этой, набирающей обороты ужасной трагедии Элеоноры, была одна маленькая, но важная деталь. Вся эта история была полной чушью. Следователи потратили огромное количество времени, чтобы это выяснить. И когда они наконец это сделали, они сами не могли поверить своим выводам. Потому что, для того, чтобы придумать и сфабриковать подобную историю, нужно обладать незаурядным воображением и абсолютно не думать ни о ком, кроме себя. Но чем глубже сыщики погружались в это дело, изучая показания жертвы и видео с камер наблюдения, тем отчетливее им становилось понятно, что вся история Элеоноры от начала и до конца – ложь. В конце концов, потрясенные офицеры были вынуждены начать расследование против самой жертвы. Но давайте попробуем разобраться в этом запутанном деле по порядку. До этой громкой истории Элеонора была хорошо известна местным полицейским. В их архиве лежало 32 обращения от родителей о ее пропаже без вести за последний год. У следователей была надежная информация, что девушка употребляет легкие запрещенные вещества. И несколько раз была найдена полицейскими разъездами в неадекватном состоянии в разных злачных местах города. Также в биографии Элеоноры была темная и компрометирующая ее история, случившаяся в 2017 году. Тогда девушка написала заявление в полицию, обвинив мужчину по имени Кэмерон Биби в нападении на нее. Она утверждала, что будучи на вечеринке дома у одного из общих друзей, Кэмерон подлил ей в напиток какое-то средство, полностью ее обездвижившее, после чего мужчина надругался над ней. Но расследование показало, что все это полная ложь и оговор невиновного. Два года спустя, 20 марта 2019 года, девушка рассказала одному из своих друзей, что местный парень по имени Джордан Тренгов против ее воли накачал ее запрещенными веществами для того, чтобы воспользоваться. Друг Элеоноры, желая помочь подруге, заявил об этом инциденте в полицию. Но когда следователь приехал, чтобы поговорить с пострадавшей, та заявила, что не хочет выдвигать обвинения против парня. И хотя, как позже выяснится, Джордан и Элеонора были на одной и той же вечеринке, девушка покинула мероприятие намного раньше его финала. И до этого Джордан никогда раньше не видел, не знал ее и не имел с ней никакой связи. У парня было твердое алиби, кроме того, что он был на вечеринке всю ночь, где его видело множество людей. Ту ночь он вернулся домой с девушкой, и она подтвердила, что до утра они находились вдвоем у него дома. Все эти случаи происходили как раз в период, когда Элеонора переехала из родительского дома в отдельную квартиру. Эти истории с якобы нападением на нее, десятки исчезновений на длительное время, сильно измотали родителей девушки. Вероятно, чувствуя безнаказанность за свои прошлые выдуманные истории с Кэмероном и Джорданом, Элеонора решает продолжить свою карьеру сказочницы, на этот раз придумав что-то более убедительное. Ее выбор пал на взрослого мужчину, семьянина, Мохаммеда Рамазана. Элеонора утверждала, что он ухаживал за ней с 12 лет и якобы принадлежал группе работорговцев, которые похищали девушек и продавали в другие страны в сексуальное рабство. Именно эту историю описала в своем посте в социальной сети девушка в похищении, обвиняя Мохаммеда. Но как мы позже разберемся, все показания против мужчины, выдвинутой Элеонорой, были лишь ее фантазиями. Но давайте поймем, в чем состояли ее обвинения. Она утверждала, что Мохаммед, прежде чем напасть на нее с несколькими своими поддельниками, привез ее в город Блэкпул под предлогом экскурсионной программы. Однако было доказано, что это неправда. Камера видеонаблюдения на вокзале в тот день зафиксировала, как Элеонора в полном одиночестве садится на поезд до Блэкпула. Позже будет найдена запись с камеры наблюдения в отеле, куда заселилась девушка. На записи, как мы видим, она совершенно одна, подходит к стойке регистрации, получая ключи от номера, который сняла на сутки. Еще одна камера видеонаблюдения снимет Элеонору в половине десятого вечера в местном продуктовом магазине, в котором она купила молоко и лапшу быстрого приготовления. В супермаркете она также была одна. Анализ мобильного телефона сказочницы также показал, что большую часть ночи, что девушка провела в отеле, она находилась в номере, просматривая разные ролики на ютубе, не покидая комнату до 10.30 утра следующего дня. Элеонора на следующий день утром также попала в объектив камер на автобусной остановке, где видно, что на ее лице нет никаких серьезных повреждений и она одна. Еще одним обвинением Мохаммеду, что выдвинула наша героиня, было то, что мужчина перевез ее в Амстердам, а после на Ибицу, где продал ее неизвестному. Но и это показание полиция смогла опровергнуть. В тот день, когда, как утверждала Элеонора, она была с Мохаммедом в Амстердаме, мужчина был замечен в сетевом магазине в Англии, и у него даже сохранились чеки с датами покупок. Главным доказательством Элеоноры, что с ней что-то все-таки произошло, было событие 18 мая 2020 года. Тогда полицейские нашли девушку поздно ночью, лежащую посреди фермерского поля с обширными травмами, включая сильно опухший глаз и частично отрубленный палец руки. Пострадавшая утверждала, что после того, как Мохаммед продал ее на Ибице, покупатель, который оказался членом международной банды, доставил ее в какой-то дом, где было около 10 мужчин. Далее, думаю, не стоит описывать, что по рассказам Элеоноры с ней сделали. В какой-то момент она потеряла сознание и очнулась уже лежа в поле. Офицеры начали расследование. Вскоре, недалеко от места, где была найдена девушка, был обнаружен валяющийся у забора молоток со следами крови. Осмотревший пострадавшую врач пришел к выводам, что полученные травмы не соответствовали тому, что рассказывала о их получении Элеонора. Она утверждала, что ее били в том доме, куда ее привез покупатель. Через несколько дней специалисты нашли очередную запись с камер наблюдения, на которой видно, как за несколько дней до того, как девушку нашли в поле, она покупает тот самый молоток в строительном магазине, который позже найдут у забора. Это говорит о том, что, вероятнее всего, Элеонора сама себе нанесла те травмы, что мы видим на фотографиях, выложенных в ее социальной сети. Тот ущерб, который ложь Элеоноры нанесла репутацией и жизням обвиняемых ей мужчин, трудно переоценить. Он был разрушительным. Мохаммед был преследуем в городе. Ему вслед кричали оскорбления, били в доме стекла и даже однажды вечером вылили на голову пиво. После того, как история Элеоноры обрела широкую известность, преступления на фоне расовой ненависти побили все рекорды в том регионе. Вся семья Мохаммеда подвергалась в этот период жестокой травле. Его жена и дети получали сотни сообщений с оскорблениями и угрозами смерти. У мужчины был бизнес по продаже мороженого в городе, который он был вынужден закрыть, так как никто не хотел покупать мороженое у того, кто бьет молотком девушку. Доведенный до отчаяния Мохаммед даже совершил попытку самоубийства, к счастью, неудачную. Ему и его семье пришлось пройти долгий путь осуждения и унижения, прежде чем мужчина был оправдан. Шло время. И под давлением доказательств, опровергающих историю Элеоноры, паутина лжи, которую она так долго ткала, стала разрушаться. И все вероятнее становилось то, что скоро сама пострадавшая будет арестована и пойдет под суд. Понимая, что ее ложь раскрыта и грядет возмездие, Элеонора сбегает из госпиталя, где ее лечили от нанесенных себе самой травм, и совершает попытку самоубийства. После этого инцидента сказочница была арестована. И понимая, что ей никуда не деться, Элеонора сознается, что вся ее история ложь. Последовало судебное разбирательство по этому делу. Еще на этапе расследования Элеонора утверждала, что Джордан, это второй парень, которого она обвинила в том, что он накачал ее запрещенными веществами, писал ей угрозы в снэпчате с анонимного аккаунта и требовал ее отозвать показания из полиции. В ходе суда выяснится, что аккаунт, который по утверждениям Элеоноры принадлежал Джордану, на самом деле был создан ей самой. Она сама себе писала угрозы, чтобы очернить парня. Также было доказано, что подсудимая никогда не бывала на Ибице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ДНК, найденные на молотке, принадлежат Элеоноре, а также характер всех травм, полученных девушкой, говорил о том, что они могли быть, и скорее всего и были, нанесены правой рукой подсудимой, без помощи посторонних лиц. И впоследствии этот вывод подтвердило еще несколько экспертов. Но суд задавался вопросом, что заставило молодую девушку из хорошей семьи придумывать эти порочные истории и нанести себе такие серьезные травмы. В первый день заседания суда судебный психиатр, доктор Люси Бекон, которая несколько раз общалась с Элеонорой, диагностировала у нее сложное посттравматическое расстройство, которое, вероятно, возникло в результате детской травмы. Девушка демонстрировала все ключевые симптомы, наблюдаемые при таком диагнозе, включая мысли о самоубийстве и тяге к запрещенным веществам. По всей видимости, Элеонора с самого детства научилась носить маску доброй и веселой девочке, скрывая свои истинные эмоции и переживания. Это очень часто встречается при подобных травмах. Доктор Люси Бекон подозревала какую-то форму скрытого сексуального насилия, которому подверглась подсудимая в детстве, о чем, по ее словам, завуалированно упоминала Элеонора на их сеансах. Также стало известно, что до 8 лет девочка стояла на учете у социальных служб, однако подробной информации об этом нет. Второй судебный психиатр, обследовавший Элеонору, доктор Мартин Лок, не смог подтвердить поставленный диагноз. Вероятно, это могло произойти из-за того, что Мартин Лок был мужчиной, и Элеонора просто не пошла с ним на контакт, что косвенно подтверждает диагноз о насилии со стороны мужчины в детстве. Также подсудимая отказалась от какого-либо диалога с судьей, который был согласен с доктором Локом в том, что не было никаких доказательств психического заболевания. Давайте послушаем речь судьи. Характер этих преступлений позволяет нам предположить, что подсудимая страдает психическим расстройством. Нет объяснения тому, почему подсудимая совершила эти преступления. Она пошла на все, чтобы оболгать других людей, и в том числе причинив себе серьезные травмы. Нет объяснения такому поведению. Очевидно, что это не означает, что на основании этого мы можем строить догадки. Пока подсудимая не объяснит нам, для чего придумала все это. Считается, что Элеонора патологическая лгунья. Все истории, которые она выдумывала, зачастую было очень легко опровергнуть. Некоторым своим друзьям она рассказывала, что у нее есть ребенок по имени Бейли. Также своей подруге она однажды рассказала, что провела несколько недель в коме в больнице. Естественно, все это было ложью. После десятидневного судебного разбирательства присяжным потребовалось всего три часа, чтобы вынести вердикт. Неудивительно, что Элеонора была признана виновной по всем пунктам обвинения. Но сама обвиняемая до сих пор не признала свою вину и считает себя жертвой, несмотря на показания, что давала ранее следователям, подтверждающие ее ложь. Элеонора абсолютно не испытывает угрызений совести по поводу того, что причинило столько страданий практически незнакомым ей людям своими лживыми историями. Она была приговорена к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения, однако имея право в феврале 2017 года на УДО, ложь Элеоноры оказала крайне разрушительное воздействие на оболганных ею мужчин. До того, как все ее заявления были опровергнуты, Джордан был вынужден провести 73 дня в тюрьме, обвиненной в изнасиловании, где делил камеру с обвиняемыми по той же статье. Несмотря на то, что правосудие наконец восторжествовало, жертвам сказок Элеоноры потребуются годы, чтобы психологически восстановиться. Та ужасная паутина лжи, которую сплела осужденная, оплетала всех вокруг нее, заставляя ее жертв страдать за поступки, которых они никогда не совершали. Эта история показывает, как просто можно оказаться в числе невинно оклеветанных и как сложно после этого доказать свою непричастность, как один пост в социальной сети может наделать много бед. Семья Элеоноры по сей день верит в истории девушки и считает, что та действительно была похищена бандой работорговцев. Друзья, есть ли в вашем окружении люди патологические сказочники? Как вы считаете, почему они придумывают эти истории? Давайте обсудим это в комментариях к этому видео. Будет очень интересно их почитать. Также, если вы не смотрели прошлые выпуски, обязательно их посмотрите. Сейчас они на ваших экранах. Слева – история о маньяке «Поразите из Кореи». Справа – выпуск о похождении кровавой пары на Гавайях. Также, если вы хотите поддержать наш канал, вы можете сделать это через сервис Boosty. Там мы публикуем дополнительные материалы по делам, разобранным на канале. Переходите и подписывайтесь, этим вы нас очень поддержите. Ссылка будет в описании под видео. Я благодарю вас за просмотр. Если этот выпуск был вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до встречи в новых историях.